С коммунальным беспределом столкнулись и жители одного из домов поселка Искатели. По словам жильцов, управляющая компания оказывает услуги отвратительного качества или не оказывает их вовсе. Некоторые собственники вынуждены покупать квартиры, лишь бы не жить в аварийном строении, потому что, как говорят они сами, дом может рухнуть в любой момент. Олег Отанзейский разбирался в проблеме. Вздохнуть в полной груди у Галины Духовская может только сейчас, когда в ее туалете коммунальщики наконец устранили протечку. Полтора месяца в квартире женщины плавали нечистоты, ужасная вонь распространялась по всем комнатам. Проблема, как сказали коммунальщики, очевидна – система канализации не работает. Все отходы уходят не в септи, как это должно быть, а под дом. Из-за этого очень быстро опрогнили стойки, которые уже еле-еле держат строение. Он быстренько выскочил из подвала, говорит, я не хочу там умирать, потому что стойки, говорит, не сегодня, а завтра провалятся, потому что там все сгнивше. У нас постоянно воды было полдома там. На самом деле этому дому всего около 30 лет, но при возведении он успел погореть. Впрочем, строители это не смутило, и чуть позже жилое строение было достроено. За его существование здесь ни разу не проводили капитального ремонта, разве что обшили фасад, после чего в доме стало очень холодно. А еще заменили систему отопления, чего, как говорят жильцы дома, лучше бы не делали. Количество радиаторных секций коммунальщики сократили, а трубы установили самые дешевые. Не сложно догадаться, чем думали коммунальщики, когда меняли в доме систему отопления. Старые трубы они заменили на те, что предназначены лишь для холодной воды, хотя в доме только горячая. Вот последствия. Трубы не выдерживают высоких температур и сдуваются буквально на глазах. Вот еще одна квартира. Возле туалета заметно проваливается пол, а если включить воду, то в помещении невозможно находиться. Из-под дома начинают подниматься неприятные запахи. В том году у нас канализация провалилась. Вот именно в нашем подъезде за три месяца у меня ребенок болел семь раз. Я звонила в управляющую компанию, чтобы они проверили, что все равно воняла канализация. У нас чисто белье, все воняло, ну, таким туалетом. Они не шли. Пока я не позвонила уже, ну, чтобы ругалась с ними, что я уже буду обращаться в СЭС. Впрочем, прийти управляющая компания все же соизволила. Коммунальщики сказали лично, что из-под дома тогда достали пять мертвых собак. Но и сейчас там продолжают жить и размножаться непрошенные гости. Ну, вот управляющие компании говорили, чтобы как-то закрыли, забаррикадировали? Говорили, да, чтобы они закрыли. Они, мне кажется, на это вообще не реагируют. Вообще не реагируют. Местные жители часами готовы рассказывать о том, как им приходится бороться со своей же управляющей компанией. Коммунальщики работают безответственно, но при этом деньги, причем немалые, с людей брать не забывают. Вот год тому назад я жаловала, чтобы мне трубы поменяли. Они поменяли только. Вот год прошел, они сделали. Вот эта труба, то, что они вот срезали. А у нас, видите, вся какая-нибудь. В шишках, да? Да. Потому что она предназначена для холодной воды. Она предназначена для холодной воды, да. Она у нас и потрескалась, вот, и только поменяли, потому что я уже ругалась, ходила. В квартире Людмилы Цой трубы заменили на новые только верхние. Вот стояки, сказали коммунальщики, нужно ставить за свой счет. Мол, они не являются общедомовым имуществом. История с протекшей крышей еще больше приводит в ужас. Недавно, пока хозяйки не было дома, телевизор полностью залило дождевой водой. Я говорю, я так испугалась сильно, что у меня все взорвется. А если взорвалось бы, то пожар был бы. Вот. Ну, они сделали. Ну, посмотрим, как они сделали. Не знаю. Ну, год прошел. Вот. Я каждый раз жаловалась, каждый раз меня заливала, каждый раз я звонила, каждый раз просила. И вот они только пришли. Вот год прошел. Коммунальный беспредел в этом доме, уверяют жильцы, творится уже несколько лет. Бороться с управляющей компанией нет сил. Просьбы и мольбы они словно не замечают. Дозвониться в управляющую компанию нам не удалось. Телефон, который предоставлен в справочнике, вообще привел нас в жилую квартиру. Поэтому мы решили просто взять и прийти лично к ним и задать несколько вопросов. На часах почти 10. Рабочий день в самом разгаре, но в кабинете ни единой души, за исключением секретаря. Мы дозвониться до вас никак не смогли, поэтому прийти лично. Номер звонился? Жильцы об этом не знают. А? Жильцы об этом не знают. У них только старые контакты. Это не вот. Буквально неделю вам звонят, они могут дозвониться. Да, наверное, в критинцах не звонили этот номер. Девушка сказала, что почти все сотрудники сейчас в отпуске, но начальник работает. Вот только где он, даже одна затруднилась ответить. И когда он появится на рабочем месте, ей тоже неизвестно. Мы попросили мобильный телефон директора и сразу же ему позвонили. Так, ну, честно говоря, только, наверное, только, наверное, если на после обеда. Нет, мне нужно до обеда. Я готов приехать в любое место. Буквально три минуты займу у вас. Так, ну, подождите тогда меня. Подождите, ну, минут 10, наверное. Давайте подождем. Может меньше, может быть меньше. Молодой человек к разговору был явно не подготовлен. Он то и дело сначала говорил одно, затем забирал свои слова обратно и произносил другое. Например, на вопрос, почему жильцы должны менять трубы за свой счет, он ответил так. Трубы, которые обслуживают две или более квартир, то есть мы меняем, которые обслуживают только одну квартиру, это является имуществом, собственностью собственника. Тогда за что они платят немало? За управление, содержание, соответственно, общего имущества. Вот только о каком он говорит содержании, когда люди годами не могут дождаться срочных ремонтных работ. Стоит вспомнить один только этот случай. Год прошел. Вот я каждый раз жаловалась, каждый раз меня заливала, каждый раз я звонила, каждый раз просила. И вот они только пришли. Вот год прошел. Дело в том, что поступила заявка от жителя 29-й квартиры, и ее сразу же устранили. То есть заявку я не видел, честно говоря, когда поступила год. Эту заявку устранили немедленно. Все, чего нам удалось добиться, это получить внятный ответ на вопрос, когда в доме проведут капитальный ремонт хотя бы системы канализации. Исполняющий обязанности директора компании «Северный дом» сказал, что смета уже подана в администрацию поселка Искателей. Но когда в реальности начнутся работы, так и непонятно. Кстати, этот дом под документом не является аварийным, заявили коммунальщики. Его износ составляет всего около 30%. Сейчас местные жильцы готовят коллективную заявку к главе поселения, а также к губернатору региона с просьбой, чтобы строение признали аварийным.